Из книги «Открытым оком» 10-й том. Тема «Лапкин книги». Вопрос 2358. Отрицающие книги, выпущенные вами, не могут же так просто зазирать их. У них должны быть резкие доводы, доказательства, что в книгах есть нечто вредное, ересь или что-то иное нехорошее. А как потом они, в кавычках, рекламируют эти книги? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Из Ишима приехала девушка Валя Стоянова, которая раньше несколько лет была в нашем лагере. И вот что она рассказала всем, когда мы вышли из храма после утреннего богослужения 30 июля 2004 года. Было так, что владыка Ивтихий уехал на соборование по епархии. И диакон Михаил Буряков в это время говорил проповедь в соборе. Он сказал, что ему предложили почитать книги «Новый завет» с толкованием в красном переплете в трех томах. Он сначала не хотел их брать, а потом взял и узнал, что там написана всякая ересь. Диакон сказал, не берите эти книги, не читайте их и не выписывайте. Владыка же, когда приехал, то ему один человек про это рассказал. И владыка потом говорил проповедь наоборот. Берите эти книги, там нет ничего против. Теперь их читают и даже занятия по этим книгам проводят. Диакон сей есть наш дядь, а сын его Никодим и дочь Анна – мои крестники, недопускаемые их родителями до меня. Приехала еще одна его дочь Лиза, и с ней я отправляю крестников в подарок все 16 книг, вышедшие у нас в общине за два с половиной года. Стоимость общая книг – 1590 рублей, объем страниц – 10500. Просил сохранить их, чтобы родители не отняли книги и не сожгли, что было, что уже было с разрозненными материалами, постанными мною им раньше. Если в книгах есть что-то противоречащее Библии, то скажи мне и укажи, где это. Но никто во всем мире еще не указал ни строчки, хотя в интернет все выставлено. Могу сказать словами Христа. Иоанна 18, 23. Иисус отвечал ему, если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня? Не заботься о завтрашнем дне, все сосуды елеем запомнить, что муки только с горстку на дне, и шумят устрашающие волны. Если был бы один да здоров, без малюток опухших, без хлеба, не согреет печурка без дров, крик голодных восходит до неба. Боже мой, захожу я домой, о, ну жду, спотыкаюсь голодный. Наше бегство случилось зимой, нас блокада накрыла в субботу. Молча встали, не праздничный стол, распродали посуду, одежду. Над прошедшим осиновый кол, в эпитафии дымной надежда. Призываю усердно молиться, двери плотно обидом закрыть. И, о чудо, засохшие листья орошает без влаги орык. Мои страхи, заботы и горе полагают под ножью креста. Нас распятым никто не поссорит. Без Христа я смертельно устал. Сколько тех, кто ложится без веры, не молился нигде и никак. Безнадежность сумой безразмерной им не светит на ржавый пятак. Одиноких мужчин возле женщин и покинутых властью детей. Обогреть бы их верой, не сжечь бы, не закрыть перед ними дверей. Позаботься о завтрашнем вечном. Где земное в укор постыдит, крест любовью возложим на плечи. Бог подаст нам на хлеб и воды. Игнатий Лапкин. 29 апреля 2004 года.